То есть вы будете одновременно здесь и одновременно там. Вы будете жить свою жизнь и вы будете наблюдать за своей жизнью. На уровне Высшего Я мы так же всемогущие, как и сам Творец, как сам Создатель. То есть мы можем создавать галактики и Вселенные. Нам даже не нужно предпринимать колоссальные усилия для того, чтобы его услышать, потому что оно все время стучится к нам в дверь, к нам в голову. Скажите, пожалуйста, как соединиться со своим Высшим Я? Ну, на самом деле это гораздо проще, чем многим кажется. Потому что Высшее Я – это не что-то такое, что существует вне нас, оно существует внутри нас. И на самом деле нужно идти внутрь, нужно идти в свое сердце. То есть в определенный момент нашего духовного развития мы выходим на определенный уровень, когда мы начинаем ощущать присутствие различных энергий и различных сущностей. А ведь Высшее Я – это тоже энергия. Высшее Я – это Вы только на уровне души, на седьмом вибрационном уровне. То есть это тот уровень, где уже физического тела не существует, и на этом уровне у Вас восстановлены все Ваши многомерные возможности. То есть теоретически на уровне Высшего Я мы так же всемогущие, как и сам Творец, как сам Создатель. То есть мы можем создавать галактики и Вселенные. Хотя, пожалуй, нам это сложно представить нашим мозгом. Поэтому, конечно, пока мы находимся здесь, в этом трехмерном мире, хорошо бы использовать возможности Высшего Я для того, чтобы наладить свою жизнь здесь и сейчас. Когда Вы начинаете ощущать эти энергии, чтобы понять, Высшее Я – это или не Высшее Я? Ну, есть такие некоторые тестовые вопросы. Ну, например, поддерживает ли данная энергия или данное ощущение, данная сущность, мой духовный рост? Как я ощущаю себя в присутствии этой энергии? Позитивно она меня вдохновляет или, наоборот, она меня подавляет? Предоставляет ли эта энергия мне возможность идти своим темпом, пространство для того, чтобы я сама принимала свои решения? Либо она мне шлет четкие инструкции – делай то, делай другое, делай третье. Вот очень важно понимать, что Высшее Я, оно и вообще любое многомерное пространство, оно нам не дает инструкции, потому что оно признает в нас создателей, оно признает нашу свободную волю. И связываемся мы с Высшим Я в основном двумя способами. Либо это сознательные, либо это подсознатели. Ну, понятно, что сознательные – это когда мы сознательно задаем вопросы. Кто-то через медитацию, кто-то через молитву, кто-то кидает вверх вопросы в воздух. Обычно это здорово делать, когда мы находимся где-то на природе, там в лесу, на берегу моря, океана, может быть, просто в парке. И мы кидаем вверх вопросы и ждем, когда ответы свалятся. И тут, конечно, важно начинать обращать внимание на то, как эти ответы сваливаются. Ну, потому что никто вам на ухо не начнет шептать слова высшей мудрости «делай то» или «делай то». Надо замечать, что происходит в жизни, на какие-то сигналы, на какие-то знаки, на какие-то свои ощущения. Подсознательная связь с Высшим Я – это когда мы вообще ничего не задаем. Мы можем заниматься самым бытовым делом, ну, не знаю, стоять у себя на кухне и мыть посуду, предположим. И вдруг у нас как будто бы в голове загорается лампочка электрическая, пришел инсайт, пришло осознание. Причем оно не обязательно какого-то духовного плана, оно может быть чисто бытовым. Скажем, мне нужно вот куда-то поехать, или мне нужно кому-то позвонить, или мне нужно вот пойти на этот семинар, или прочитать какую-то книжку, предположим. Причем вот такая информация, как бы без нашего приглашения, она идет к нам постоянно. Она идет от Высшего Я, которое как бы является, ну, что-то типа нашего духовного родителя. И как любой родитель, оно любит вмешиваться, ну, в самом хорошем смысле этого слова, да, как вмешиваются родители. Они нам говорят там, делай то, не ходи туда, или обрати внимание на это. Вот все то же самое делает Высшее Я, и нам даже не нужно предпринимать колоссальные усилия для того, чтобы его услышать, потому что оно все время стучится к нам в дверь, к нам в голову, в наши ощущения. Нам просто надо уметь их ловить. То есть это обращать внимание на вот, когда я что-то знаю, а почему я знаю, я это не знаю. Это самый хороший способ, как Высшее Я с нами общается. Причем, когда вот это знание к нам приходит, очень любят вмешиваться эго и пытаться нас убедить, что этому доверять нельзя. И делает оно это потому, что оно нас защищает. Вот с момента, как мы родились и всю нашу жизнь, эго призвано нас защищать. В том числе оно нас защищает и от всего того, что оно не знает. Оно ничего не знает о Высшем Я. Оно выше четвертого уровня, выше ментала, в принципе, не поднимается. А Высшее Я, как мы уже говорили, на седьмом. Поэтому эго будет вам говорить, что это все ерунда, что это все очень опасно, осторожно. И вообще лучше давайте это выбросим и не будем обращать на это внимание. Так вот, если вы хотите установить хорошую связь с Высшим Я, то надо обращать на это внимание, потому что это не случайно. Также очень здорово обращать внимание на знаки, которые к нам постоянно приходят. Знаки бывают разные. В виде ощущений в теле. Кто-то мне описывает, у меня, скажем, мурашки по спине бегут. Или ощущение, что волосы на голове шевелятся. Или, скажем, ток бьет в левой пятке или в правой коленке. Неважно. Сами эти ощущения, как правило, ничего особого по себе не значат. Но это нам Высшее Я дает сигналы. Обрати внимание. Либо на то, что сейчас происходит. Либо на то, о чем ты сейчас думаешь. Либо, может быть, ты услышал какую-то фразу. Либо ты в Инстаграме что-то такое прочитал. Вот это важно. Нам говорят, это важно. Обратите внимание. И тут очень важно не потерять это. Потому что эти сигналы к нам все время идут. Постоянно. А мы в процессе своего дня, своей занятости, мы их получаем и даем им уйти. Как будто их вообще не было. Поэтому важно поставить в голове ментальную такую галочку. Чтобы не забыть это. Чтобы не потерять. И потом вечером, когда у вас будет время, когда вы будете в расслабленном состоянии, вы уже можете подумать, что именно это для вас значило. Ну и, конечно же, это все не приходит вот в один какой-то момент. Вот я сегодня утром встала, решила, что с сегодняшнего дня я буду находиться в соединении со своим Высшим Я. Это работа. Это постепенная работа. Если вы идете через сознательный путь, через медитации, то, возможно, вам понадобится какое-то время, чтобы через медитации ощущать присутствие своего Высшего Я. Если вы начнете обращать внимание на вот эти свои знания внутренние или на знаки, то тоже какое-то пройдет время, пока вы начнете понимать, что эти знаки значат. Причем нет знаков одинаковых для всех. У каждого человека свои и важно понимать именно их. Но когда вы, наконец, вступите в контакт с Высшим Я, то вся ваша жизнь обретет совершенно другой смысл. То есть вы будете все равно жить нормальной трехмерной жизнью. Вы не улетите никуда. Вы будете нормальным человеком. Но вся ваша жизнь, все ваши действия, мысли, все ваши эмоции будут наполнены огромной силой и мудростью. То есть вы будете одновременно здесь и одновременно там. Вы будете жить свою жизнь и вы будете наблюдать за своей жизнью. Это дает совершенно новые возможности. Дорогие друзья, дорогие подписчики канала, я хочу пригласить вас на курсы, которые я буду проводить в самое ближайшее время. Курсы разные по тематике, поэтому выбирайте то, что вам нравится. Первый курс стартует в конце августа. Это хроники Акаши для сонастройки физического и тонких тел. Это если вы хотите работать с хрониками. И второй курс в сентябре называется «Устанавливаем контакт с Высшим Я и духовными наставниками». Если вы хотите лучше понимать, какие многомерные помощники есть в вашем пространстве и что они для вас могут сделать. Я жду вас на курсах. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok